Леонардо да Винчи. Этот невероятный творец эпохи Возрождения был не просто обычным художником. Он был математиком, писателем, историком, инженером, изобретателем и поваром кухни на колесах. И это еще не все его достижения. Если честно, никакой кухни в фургоне, но все остальное – чистая правда. Он действительно опережал свое время так, что это почти пугало. И вот доказательства. Прежде всего, да Винчи создал то, что выглядит как настоящий снимок со спутника. И это произошло в 1502 году, за несколько веков до того, как появились первые настоящие фотографии Земли, снятые в 1959 году. Но карта да Винчи – это не вид на город, снятый со спутника или даже самолета, как может показаться, это рисунок от руки. Как он сделал это в эпоху, когда не было гугл-карт и полетов над землей? Единственный способ, которым гениальный инженер мог осуществить такой подвиг – это использование своего творческого мышления и инструментов, чтобы просчитать все углы и расстояния. Скорее всего, он использовал одометр или, как его называли, геодезическое колесо. Это значит, что для создания карты, показывающей прямой вид сверху на город Иммало, Италия, до Винчи пришлось буквально обойти пешком каждую улочку и аллею, кропотливо измеряя углы и расстояния. Осмелюсь предположить, что это заняло очень много времени. Со всеми этими измерениями и расчетами художник приступил к разработке потрясающе детальной, точной и, что важно, информативной карты. Вы можете задаться вопросом, зачем ему нужен был такой огромный проект, будучи военным архитектором и инженером, до Винчи сделал это по заказу военачальника и политика Чезаре Борджио. Но военный опыт Леонардо пригодился не только для создания карт. Он также создал пулемет. Только не современную версию, которую можно увидеть в Call of Duty. Он выглядел и работал немного иначе. Это было устройство на 33 ствола. До Винчи создал его, потому что считал, что пушки слишком долго заряжаются и стреляют. Новое изобретение позволяло стрелять быстрее и практически автоматически, и было еще одним заказом для военного инженера от Борджио. Кроме военных прорывов 16 века существует и робот, которого создал Да Винчи. Да, робот периода Возрождения, а если точнее, робот-рыцарь, которого он изобрел около 1495 года. Механический рыцарь мог сидеть, стоять и даже махать рукой. Его дизайн был настолько невероятным, что НАСА использовали планы До Винчи при создании своих роботов. Я не шутил, когда говорил, что он сильно опережал свое время. Если вы спросите у Гугла, кто изобрел парашют, он не сообщит вам, что это был Леонардо. Но не заблуждайтесь, Да Винчи создал парашют. Просто его версия была немного не такой, как современная. Кто-то другой почивал на лаврах за создание парашюта, но без идеи Леонардо его могло бы и не быть. А не так давно мужчина по имени Эдриан Николс создал парашют на основе дизайна Да Винчи, и несмотря на сомнения научного сообщества, он работал. На самом деле парашют дизайна Леонардо понравился Эдриану больше современных. Возможно, это стало для ученых уроком. Никогда нельзя сомневаться в гении Да Винчи. Я уверен, что парашют пригодится, если кто-то решит построить вертолет Леонардо из 15 века. Взглянув на его дизайн, вы вряд ли догадаетесь, что это. Небольшая основа в форме пирамиды под чем-то, напоминающим водную горку или пандус. Но по сути это средневековый вертолет. Леонардо так и не построил эту машину, но если она хоть немного похожа на парашют, то, скорее всего, будет работать. Если спуститься с небес в море, Да Винчи можно поблагодарить за создание костюма для дайвинга. Опять же, дизайн отличался от современной версии костюма. Изобретение Да Винчи было выполнено из кожи, и к нему не крепился кислородный баллон. Вместо этого были трубы, идущие от маски к чему-то вроде колокола, который обеспечивал дайвера воздухом. Водолазный костюм Леонардо также не был предназначен для развлечения. Это было еще одно военное изобретение, которое должно было помочь саботировать вражеские корабли, прорезая дыры в днище и незаметно проникая на борт. Это просто ужасающая гениальность. А еще Леонардо изобрел прототип того, что большинство из нас использует ежедневно – машины. Хотя, опять же, это не та машина, которую привыкли водить мы. Автомобиль Да Винчи двигался только вперед, назад и немного вбок. Но он не мог ездить в любом направлении, которое вы выберете. Возможно, это выглядит бесполезно, но стоит помнить, что это была эпоха Возрождения. Тот факт, что Да Винчи представил себе механическое устройство, которое могло доставить человека из пункта А в пункт Б, просто потрясает. Хотя этот ранний автомобиль не был предназначен для перемещения. Он был изобретен как театральный реквизит для создания необычных иллюзий. Это имеет смысл, потому что Леонардо был человеком искусства. Все эти изобретения показывают, что Леонардо Да Винчи был мечтателем. Он представлял, что люди летают как птицы, плавают как рыбы и, конечно же, побеждают врагов самыми гениальными и хитрыми способами. Да Винчи был потрясающим изобретателем, художником и великим гением, опережавшим свое время на много веков. Без многих его проектов наш мир мог бы выглядеть совершенно иначе. Итак, какие из этих изобретений удивили вас больше всего? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Если сегодня вы узнали что-то новенькое, поставьте видео лайк и поделитесь им с другом. Но не спешите уходить, у нас на канале больше 2000 крутых видео. Вам нужно только выбрать ролик слева или справа, нажать на него и наслаждаться. Оставайтесь на яркой стороне жизни.